Здравствуйте, дорогой зритель! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Канал Уважений Томская область. Меня зовут Улад. Сейчас я вам расскажу, что такое для меня, сельского жителя, крестьянина субботный день. Скорее всего покажу. Это для меня самый трудный, сложный и ответственный день. Он сопряжен с огромным количеством работ. Если у городского жителя суббота это выходной, то у нас это наоборот проходной, когда нужно выполнить всю текущую работу. И помимо выполнения своих договорных обязательств, нужно переделать еще массу работы. Почему? Потому что в субботу нам приходится выезжать на рынок. Вообще мы на рынок уже не ездим давно, но все равно график работы у нас таков, что в субботу все равно приходится ездить на рынок. Про утро. Что утром? Ну, утром ничего особенного, все как обычно, как всегда. Подоели. Потом без двадцати семь идем выгонять скретину. В этом ничего сложного, ничего особенного для нас нет. Ну, для кого-то может это экзотика, значит, или экстрим экшен, как назвать. Ну, для нас, ну, ну, выгнал, выгнал. Ну, конечно, в настоящее время выгонять коров не так сложно. Сложнее их загнать. В пять раз сложнее. Вроде как они успокаиваются, но тем не менее. Ну, как мы выгоняем, я вам покажу. И иногда местами показываю, когда есть возможность. А пригонять это нужно, как мы пригоняем, как мы пригоняем из стада. Это нужно снимать отдельный видеоролик, это показывать. Ну, покажу со временем. В субботний день, ну, сколько мы, ну, лет пятнадцать, наверное, всегда ездили на рынок. Так устроена экономика рыночная у сельского предпринимателя, сельского бизнесмена, коим я являюсь. Если кто видел и смотрел, что там, как я езжу на тракторе, как даю коров, ну, это для городского жителя, ну, развлечение, а для меня непосредственная работа. Ну, мне делали замечание, что я показываю только то, как работаю. Но я сейчас и сегодня постараюсь показать и то, как я, что мы произвели и как мы реализуем. Конечно, во все тонкости сельского бизнеса я посвящать всех зрителей не буду, потому что возникают вопросы и потом пишут, что и как. Ну, зачем мне плодить конкурентов? В субботний день приходится выезжать в райцентр на рынок. Мы всегда ездили, всегда. Но вот в связи с вот этой эпидемией коронавируса, рыночная экономика в наши районы очень сильно изменилась. Объясню. У нас в районе, в нашем районе, рыночный день, ну, как, ну, не прям рыночный день, а ярмарочный день, он собирается только один раз в неделю. Это в субботу. В других районах есть ярмарочный день. Это в воскресенье. Ну, как все, со всего района, из города приезжают предприниматели. Одни для того, чтобы продать свою продукцию. Ну, вот как вот я приезжал на рынок для того, чтобы реализовать свою продукцию. Ну, городские предприниматели, там, барыги, спекулянты, тоже для того, чтобы продать свой товар. А остальные приезжают на рынок для того, чтобы купить. Но в настоящее время рынок очень изменился, и нам в настоящее время нет смысла, не имеет, нам не интересно сейчас ездить на рынок. У нас рынок сбыта организован несколько иначе, по-другому. Но остальные также продолжают ездить на рынок. Ну, если удастся мне, конечно, показать, как идет в настоящее время, в момент рыночной торговли продукции, я, конечно, покажу. Люди приезжают с деревень, с поселков для того, чтобы продать что? Либо молочную свою продукцию, либо мясную продукцию. Когда начались вот эти массовые ограничения, посещение общественных мест и на рынок, это тоже повлияло очень сильно. Какое-то время, там, наверное, месяца два, рынок вообще не работал. То есть было запрещено заходить в помещение, где можно было реализовывать свою продукцию. И вот за это время, пока рынок не работал, народ отошел от этого. Ну, я бы не сказал, что разучился, а отвык. Ну, на нас это, конечно, повлияло, но не в такой сильной степени. Остальные на рынок также ходили, но только они стояли на улице. А чтобы реализовывать свою продукцию, как мясную продукцию, так и молочную продукцию, нужно отдельное помещение. Стоять где-то что-то там, значит, на каком-то прилавке или на земле, это недопустимо. Недопустимо, значит, российским законодательством. И получается так, что народ перестал ходить на рынок. Мы, конечно, выезжали на рынок в настоящее время, смотрели. Ходит народ, какова посещаемость, какова проходимость, какой оборот денежных средств. И сделали для себя вывод, что в настоящий момент выезжать на рынок не имеет никакого экономического смысла. Мы, конечно, приходим на рынок, но не в качестве продавцов, а в качестве обыкновенных рядовых покупателей. Невозможно же в своем лично подсобном хозяйстве, либо фермерском хозяйстве, изготовить все необходимые продукты, которые мы употребляем в пищу. Все равно приходится ходить в магазин.